Верхнеудинск Ничего, я уверен, вы полюбите этот город. Иногда мне кажется, что я родился не в то время. Может, поэтому я так люблю историю. Мой профессор говорит, любить не значит зависеть. Но для меня эти слова равнозначны. Я на самом деле зависим. Когда я читаю все эти книжки, я существую в них. Знаете, я как то письмо в бутылке, которое отправили в море. Вдруг кто из потомков найдет, да прочитает. Может, в этом и есть моя миссия. Раскрывать завесу прошлого. Ну, где же она? Не мучайтесь, друг мой. Вот ваша книга. И еще парочка дополнительных. Верхнеудинск, Кяхта, купцы. Все, что вы искали. Спасибо. Так, что тут у нас? Кяхта. Единственный город в Забайкалье, выросший не из-за строга, а созданный с конкретной целью – учредить новое торговое место в России. Выбрали его не случайно. Здесь издавна обменивались товарами русские и китайские купцы. Первый камень города заложил посол – Савва Владиславич Рагузинский. Прибывший по приказу Екатерины I, он установил официальный торговый договор с Поднебесной. Уже через два года в Кяхте возвели гостиный двор и 32 купеческие избы. Особую известность Кяхта получила в конце 18-го – начале 19-го века. Причина тому – возросший в России и странах Европы интерес к чаю. Появилось в городе немалое количество контор, фирм и даже компаний. Общий торговый оборот достигал более 30 миллионов рублей в год. Постепенно Кяхту узнал весь деловой мир, включая Америку. Да, город действительно знатный. Именно оттуда начинали свой путь многие купцы. Вот Митрофан Курбатов. Был кяхтинским купцом, позже перебрался в Верхнеудинск, который к тому времени также был центром торговли. После переезда к Курбатову частенько наведывались старые друзья. Вот один из таких случаев. Добрый вечер. Добрый вечер, господин Курбатов. Прошу прощения за свое опоздание. Повозка по дороге сломалась. Ничего, ничего, не извиняйтесь. Если бы вы только знали, сколько я до вас добиралась, почти что шесть суток. Так что какие-то полчаса – это такой сущий пустяк. И все-таки я хочу вам сказать, Верхнеудинск – немножко грустный город. Ничего, я уверен, вы полюбите этот город. Скоро он станет вашим любимым местом, грядет масштабное строительство. Я верю в вас. И все-таки приезжайте в Кяхту. У нас же так весело, так здорово. Приезжайте к нам лучше. Ничего, скоро все будет иначе. Верю, верю. Давайте за успех. В начале 19 века для складирования товаров Курбатов решил построить гостинный двор. Строил не один. Ему принадлежала лишь четверть акций. Но было ясно, предприятие выгодное. Очень быстро вокруг гостинного двора образовалась базарная площадь. Кстати, торговые ряды Курбатова сохранились до сих пор. Только поменяли профиль. Теперь это поликлиника и травмпункт. В то время в Верхнеудинске проводили ярмарки. Одну зимой, когда замерзал Байкал, так по льду было удобнее доставлять товары. Другую по осени. Учитывая, что город находился на пересечении торговых путей из Китая, то очень быстро Верхнеудинская ярмарка стала крупнейшей за Байкалом. Даже некоторое время была регулятором цен для всего Забайкалья и Иркутского края. Предприимчивость Митрофан перенял, вероятно, по крови. Его отец владел стеклоделательной фабрикой под Верхнеудинском. Но, как говорится, ученик превзошел своего учителя. Митрофан достиг высшей торговой иерархии и до середины столетия считался купцом первой гильдии с капиталом в 15 тысяч рублей серебром. Зарабатывал на жизни на белый хлеб с маслом, винным откупом. Выделкой и продажей кож, торговлей с Китаем. Причем торговал масштабно. Однажды отправил по московскому тракту аж целых 100 вазов с китайскими товарами. Заработав солидный капитал, но не переставая зарабатывать, Митрофан Курбатов, как и полагалось купцам того времени, ударился в политику и меценатство. В 1816 году его избирают городским головой Верхнеудинска. Первым делом он начал строить плотину, так как город, расположенный между реками Уда и Селенга, часто топило. Курбатов пробыл городским головой Курбатов по нынешним меркам недолго. Всего лишь три года. Под занавес своего городоначальства он соорудил плавучий мост через Уду, который стоял на лодках и карбасах. За это благодарные горожане наградили его золотой медалью на Аннинской ленте с лаконичной надписью «Заполезные». А позже и вовсе присвоили звание «Почетный гражданин города». Вообще Курбатова называли генератором идей и главным исполнителем общественно полезных дел. Примечательно, что Митрофан не имел систематического образования. Он самоучка. Но это не мешало быть ему человеком интеллигентным. Он увлекался минералогией, имел уникальную коллекцию образцов камней, готовил торговую статистику по Забайкалью, также был постоянным корреспондентом географического общества. Жил Митрофан, как и подобает человеку его статуса, на широкую ногу. Самый красивый и богатый дом в Верхнеудинске был у Курбатовых. Сегодня это памятник архитектуры, правда, его значительно перестроили. Супругой Курбатова стала дочь тульского купца Авдотья. В браке у них родились сыновья Аполлон и Арефий. Про младшего мало что известно, судя по всему, он рано умер. А вот Аполлон, конечно же, тоже стал купцом, а заодно и почетным жителем Верхнеудинска. Долгие годы дом Курбатовых, расположенный на Арбате, был центром культурной жизни Верхнеудинска. Здесь останавливались декабристы Муравьев, Оболенский, Пущин, Горбачевский, Бестужевы и Кюхельбекеры. А вот что говорил о Курбатове Дмитрий Давыдов, поэт, автор песни «Славное море, священный Байкал». В нашем маленьком городе можно иногда столкнуться с человеком, приметным во всех отношениях. Скромность не позволяет мне назвать всеми любимого купца, отличавшегося светлым умом и добрым, благородным сердцем. Зашедшим к нему в дом забываешь, что живешь в Забайкалье. Тут и радушие, и откровенность, и журналы, и газеты. Да, вот это купец. Пример каждому. Ладно, пойдем дальше. Иван Флегонтович Голдобин. Родом, кажется, из Приуралии. Жил сначала в Иркутске, имел винокуриный завод в селе Мазурка. С 1870-х вместе с семьей переехал в Верхнеудинск. Имел видную, дородную, осанистую фигуру. В молодые годы по-актерски брился, а потом носил окладистую пышную бороду. Одевался не по-купечески, а по-европейски. Табак не курил, вина употреблял умеренно. Какое имел образование, неизвестно. Вероятно, не больше начальной школы. Но был от природы одарен сильным умом. Жена Елизавета Ивановна, весьма энергичная женщина и сын Николай, женатый на молодой красивой девушке Евдокии Туреневой. Елизавета Ивановна шла по жизни рука об руку с мужем. Вникала во все его дела, умела просто, свободно, с тактом и достоинством держаться в обществе. Сын Николай, больной, слабый умом от первой покойной жены, был неудил. Правда, когда отец обзавелся фабриками и заводами, метался по ним, как белка в колесе. Ходил с важным лицом, но авторитета среди рабочих не имел. Его распоряжения не выполнялись по приказу Голдобина-старшего. Проживало семейство первое время в небольшом домике на Большой улице. Сейчас она улица Ленина. Вскоре же на этом самом месте был построен новый, прекрасный, особенно по тому времени, большой деревянный дом, существующий и поныне. Старый дом пожертвовали под клуб. Со временем дом Голдобина стал центром притяжения высокой общественной жизни. С сибирским радушием и хлебосольством принимали гостей хозяева. Часто устраивались танцевальные вечера, а иногда и карточные. Играли только в винт. Азартных игр не было. К завтраку ежедневно, без приглашений, по заведенному порядку собиралась небольшая компания завсегдатаев. Если даже хозяева отсутствовали где-нибудь по заводам, то установленный порядок не нарушался. Гостей принимала и угощала почетная ключница. Наездом стали находить пристанище у Голдобиных и разные высокопоставленные особы. Генерал-губернаторы, губернаторы, архиерей. Проживали особо иногда по несколько дней. Питались, поились и ублажались, как почетные гости. 20-21 июня 1891 года, проезжая через Сибирь, в доме их переночевал даже наследник престола Николай. Для встречи цесаревича Голдобин не щадил ни своих стараний, ни средств. Он хотел выразить дорогому гостю своей русской радушии. Ну, конечно, ведь наследник престола в собственном доме. Репутация целого города зависела от этого визита. К слову, именно тогда в Верхнеудинске появилось уличное освещение. Купец Иван Голдобин, готовясь к приему Николая Александровича, построил первую в городе электростанцию для освещения своих апартаментов. Голдобины имели Николаевский винокуренный завод, ликерноводочный в городе, в Тарбогатая стекольный завод и мельницу крупчатки. На Гусином озере завод солеваренный. Сохраняли и завод в Манзурке. А в придачу ко всему пользовались монопольно винной торговлей в Верхнеудинском уезде. Но денег в наличии у них почти не было. Дома Голдобины почти не сидели. Часто ездили по заводам изредка по делам в Иркутск. Более далеких путешествий не предпринимали. Только единственный раз проделали великий путь. Побывали на всемирной выставке в Париже. Голдобины не были чужды широкой благотворительности. На собственные средства они построили и содержали приют в городе Верхнеудинске для престарелых людей и беспризорных ребят. Содержали пригородную школу. Также Голдобины стали первыми проводить бесплатные городские елки. А при случившейся в конце 1870-х голодовке из-за неурожая в Нерчинском крае и при хорошем урожае в Верхнеудинском уезде Голдобин закупил и пожертвовал голодающим несколько тысяч пудов хлеба. За крупные пожертвования на благотворительные дела Ивана Флегонтовича наградили званием почетного гражданина с правом ношения мундира с воротником, шитым золотом. Голдобины явились пионерами развития местной промышленности. Оживили край, подняли его экономику. Много пользы принесли как городу, так и округе. Тысячи людей находили заработок на голдобинских предприятиях. Когда пришла советская власть, голдобинов живых не было. Умер еще не в старых годах, похоронили с большими почестями в Иркутском женском монастыре. Елизавета Ивановна вскоре же вышла замуж за генерала Кукеля. Ликвидировав в большей части предприятия и относительно неплохо устроив наследников Николая с Евдокией, с Верхнеудинского горизонта она исчезла. Со временем младшие голдобины обеднели. Советская власть отнеслась к ним милостиво. И хотя большой их дом реквизировали для государственных надобностей, самим хозяевам все же отвели в нем мезонин с двумя комнатами, где они, никем и ничем не обижаемые, состарились и ушли. Да, в этом доме я бывал. Сейчас это музей истории города. Кажется, там до сих пор гуляет теплый и радушный дух голдобина. Ладно, перейдем к его, так сказать, наследнику, Александру Кобылкину. Родился Александр Кузьмич в бедной семье нерчинских мещан в 1861 году. Родом из Акши. Когда ему было чуть за 20, перебрался в Верхнеудинск и стал работать водочным мастером у голдобина. Варил сладкие наливки и делал настой. Целыми днями работал на заводе. Являлся домой только обедать, ужинать и спать. Знакомств ни с кем не водил. Ухажерством не занимался. Не пил и не курил. Обладал настойчивым характером, как и голдобин. Но жизнь Кобылкина сложилась совсем по-иному. Если Голдобин пользовался ее благами и широко жил в общественности, то у Кобылкина существование шло скромнее скромного. Наподобие улитки в раковине. Никаких балов он не устраивал, но все же несколько раз в год в какие-нибудь знаменательные дни давал своим знакомым обеды. Женатый законным браком не был, но двух жен, последовательно сменившихся, имел. Были и дети, но семейная жизнь Александра Кузьмича шла какая-то нескладная. Назвать ее счастливой не приходится. Но Кузьмич, как стали звать его упрощенно и за глаза, был не так уж прост, каким казался. А парень себе на уме. И шел медленно и твердо к намеченной цели. И цель эта была непременно разбогатеть, пробиться в люди. У него это получилось. Годам к 50 он сумел создать миллионное дело. К этому времени имел винокуренный завод, пивоваренные заводы в Верхневудинске, Чите и Сретенске. Единственную большую бокалейную торговлю в нашем городе. Тут же стекольный завод, мануфактурный магазин и типографию. Купил лучший в городе каменный дом. Тот самый, Курбатовский. Добился всего исключительно своей энергией и трудолюбием. Один человек. На вид щедушный и тихоня. Приливавшие широким потоком в его руки деньги не давали ему покоя. Он не клал их в банк, а тотчас же пускал в созидание какого-нибудь нового предприятия. Можно сказать, Кобылкин страдал манией. Созданием все новых и новых объектов промышленности и торговли. Эта мания шла, безусловно, на пользу края. Можно с уверенностью сказать, Кобылкин продолжил полезную деятельность Голдубина. Долгое время, несмотря на то, что дела у Александра Кузьмича росли и ширились, он всю свою бухгалтерию и щитоводство вмещал в потрепанной записной книжке, хранящейся в боковом кармане пиджака. Только после того, как обзавелся каменным домом, у него появилась контора с бухгалтером-щитоводом и двумя-тремя писцами. Но главным тружеником в конторе был сам хозяин. Он постоянно засиживался за бумагами и книгами до глубокой ночи. Из Акши под крылышко богатого брата переселились сестра Настасья и братья Иван и Федор. Ивана Кобылкин устроил на одном из своих предприятий, а Федору помог закончить Читинскую гимназию, получить высшее образование, и Федор Кузьмич стал учительствовать в Верхневудинском реальном училище. Настасья же Кузьминишна одно время, пока не вышла замуж, хозяйничала в доме Кобылкина. Александр Кузьмич был похож на главного приказчика, подчиненного строгому требовательному хозяину. Всем своим предприятиям. Сам же он, действительный хозяин, никаких радостей от них не видел. И наоборот, они полностью его эксплуатировали и в буквальном смысле высасывали из человека кровь. Как-то раз знаменитый врач Танский уговорил Александра Кузьмича съездить в Крым на виноградное лечение и отдохнуть. И он месяца на полтора оторвался от изнурительного дела. Это был единственный просвет в его трудовой и рабочей жизни. С приходом советской власти заводы и фабрики Кобылкина были реквизированы. Власти в революционном порядке предложили некоторым купцам, в числе и их Кобылкину, сделать единовременный денежный взнос в новую государственную казну на нужды революции. Едва ли купцы могли полностью выполнить требования комиссара. У предприимчивых людей в наличии больших денег никогда не водилось. Все они находились в оборотах. Купцов заключили в тюрьму. Позже какие-то суммы были собраны и узников освободили. Пережитые в революцию испытания и волнения окончательно доконали Кобылкина, можно сказать, и без того обреченного и дышавшего на ладан. Умер Александр Кузьмич в нестарых годах, лет 60-ти. Умер на своем посту от преждевременного маразма и истощения физических сил. Вместе с Кобылкиным ушла вся эпоха купечества. Нельзя не вспомнить таких купцов. Это Голдобин, Кобылкин, Курбатов. Они занимались развитием нашего города. Сейчас здание продолжает нести основную свою функцию. Время летит неумолимо. Но корни прошлого произрастают в настоящее. Купцы, благородные и милосердные, не остались в книжках по истории. Они продолжают жить в нашем городе, его местах, а главное – в людях. В людях, которые также, по примеру предков, каждый день создают будущее для новых и новых поколений. Однако кое в чем современные бизнесмены отличаются от купцов. Они не делают все в одиночку. Всем передайте вам. Картинка. Что там будет? Вечер голубоглазый загрустит у окошка. Тихо, тихо, березка, что-то шепчет опять. Тихо, тихо, березка, что-то шепчет опять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok